Откройте для себя секрет красоты с новым Herbal Essences. Новая формула подарит до двух раз больше питания волосам, а аромат коллекции улучшит настроение и поможет достичь внутренней гармонии. Научно доказано, что Herbal Essences влияет на настроение. Наслаждайтесь до 100% гладкими и шелковистыми волосами с Herbal Essences. Окей, мои пусси-герлд и дик-бойс, с вами сегодня это Адамио и Мадина Ресмат. Сегодня мы в гостях у Эль на The Star Quiz. Сегодня будем проверять нашу дружбу с Мадиной. Будем отвечать на классные вопросики. Такая предыстория, мы с Мадиной рандомно стали хорошо общаться. Да, я даже не помню, честно говоря. Нас связывают проекты, работа, и вот как-то в этой всей суете мы хорошо сблизились. И после съемки всегда потом сидели по два часа, болтали о жизни. Сегодня будет интересно узнать, кто внимательный, кто за эти истории хорошо высушил. Нам отправили вопросы. Давай ты первая. Я первая? Ну давай. Первый вопрос. Назови дату моего рождения и кто я по гороскопу. Ты знаешь? Next question. Подождите. Так. Ну, по гороскопу ты по-любому знаешь, мне кажется. Кто я по гороскопу? Ты же знаешь. В телефон нельзя, да, подглядываешь? Нет, ты же... Я тысячи раз тебе повторяла. Все, Адам. Мы с ним перестаем общаться. Подожди, стоп. Так, я не помню день рождения даже. Забываю день рождения свое. Родители, бабушки, дедушки. Там, всех, поэтому... Это мне простительно. Подожди. Ну, я тоже не помню твою, так что... Ну, кто я по гороскопу? Неужели ты не знаешь? Скорпион? Да! Скорпион! Это был вопрос, я знала. Это был не... Скорпион, так, скорпиону у нас с тобой не... Да, я скажу, он листер. Это октябрь, в конце октября. 27 октября я родилась. Неудерж день 27. Вот это вырежьте. Теперь вы знаете, типа... Как звучит моя фирменная фраза? Ну, это... Как ты здоровишься со всеми даже в сторисах? По сигеру? Полностью. Ты же только что сказал, блин! Я и моя память. Да, представляете, до съемок прям вот эту фразу произнес очень много. Так... О, моя письма, по сигеру? Что это? Да! Окей, моя по сигеру. А, да, окей, мой письма. Ладно, обрежьте, пожалуйста. В 2022 году я получила диплом по специальности. По какой специальности? Да! Я вообще тебе это говорила? Нет! Нет, мне кажется, я тебе говорила. Ну, я помню, что, да, вот этот ролик где, типа... Ну, да. Ну, какая специальность? Мэйджи? Нет! Ты вообще не туда! Сегодня за выпуск... Ноль у нас. Да, первое, я кое-что заканчивала музыкальный, второй, универ. Сейчас, секундочку, сейчас... Неужели я тебе это не говорила? Хочешь? Честно? Дай намек, вот, намек. Что делают? Это консерватория. Консерватория Хурмангадзе, я там заканчивала. Но, это не музыкальная профессия. На П начинается. П... Педагог? Да, педагог и... Преподаватель. П, С... Психолог? Да! Педагог и психолог? Хумаж. Кетши, как я могу? Хуга! Я реально закончила сону. Потом. Он никогда... Сядь, сможешь мне по-разному? Он меня не знает, до стар. Ладно. Я... Я сам себя не знаю. Угу. Интересно. Кто составлял вопрос? Кто этот вопрос написал сюда? Сколько просмотров набрал мой первый ролик в ТикТок и о чем он был? Сори. Сейчас, божди, а сам вспомнил, что за ролик-то был? Я его жизнью так прям не слежу. Но, кажется, 13 миллионов, да? Что-то такое было, да. Он сам не помнит. Я сам не помню. Ну, мы прям прочихали. Какой правильный ответ, Дипа? Ставка на 12 или 13 миллионов? А что за ролик был? Я не знаю даже. Ну, я начинал с чехол. Наверное, Хюрем Султан, нет? Нет. Я до этого снимал про... Вот на кого учился? На кого учился? Ты на кого училась? А, психолог? Педагог. Педагог-психолог? Психолог, убери, а педагог. А, вот. Про педагог, да, снимал? Про учителей. Про учителей. Да. Где-то кричал, да? До старого. Ну, это мне привычное дело. У меня вот этот ролик Хару. Я не помню. Наверное, окей. 12 миллионов ставлю. Ставка выиграла? Будет здесь правильно? Да. А? 10? Ну, ладно, окей. А что так мало? Что-то не понял. Что-то мне казалось, там побольше было. Нет, 10 миллионов. Это уже хорошо. Вы еще помните даже, как зовут ее? А, Зимеида. Идмила Гнидовна. А, Гнидовна. Обастракин 2! Ой, бай. Я в фильме играла, что ли, Деван? Это YouTube проект, да, по идее? В каком фильме я сыграла главную роль? Я помню. Да, ты помнишь, я выкладывала прям. Ну, он очень хорошо набрался, 400 тысяч просмотров. В каком фильме? Название я не вспомнил. Там было... Я сама не помню. Не помню, не вспомню. Куртка о нашей памяти депо. Реально. Короче, был такой, да, социальный ролик. Да, социальный ролик больше. Как короткометражка. Да, короткометражка. Я помню, да. Название я не вспомню. Да я сама не помню название, честно говоря. Да, ты прям поддерживаешь? Мы всегда друг другу пойдем. Да, мы всегда комменты пишем друг другу. Да, такие у нас теплые отношения. Да. Мы всегда друг другу поможем. Особенно Мадин у меня с деньгами сейчас. Если у меня нет денег, я всегда Мадина займю. Пожалуйста. Жанна. Когда он был в Таиланде, у меня закончились деньги, я такая, алло, Адам. Короче, реально спасаем друг друга в такие классные моменты. Могу сказать так. У меня недавно вот я занял деньги вообще человеку. Мадина знает. Да, кстати. Не занимайте деньги тем, в ком вы вообще не уверены даже на 99%. Вот на ком мы 100% уверены, тому давайте. Да. А я дал человеку с надеждой, что мне вообще... Короче, мне до сих пор еще там часть не вернули. Да, лучше вообще не занимать. Да, вот занимайте у Мадиной. И все на следующий день, алло, Мадина. Какую песню я исполнил на прослушивании? Окей, X-Factor, я смотрела. Ааа, зачем ты говоришь это? Нет, я смотрела, но я не помню, какую песню ты исполнял, честно говоря. Ну, это не прям такая популярная песня, я бы сказал. Ариана Гранде, наверное? Нет. Она же твоя любимая певица. Ну, не знаешь, по-любому. Ну, давай, окей. Песня 1988. С цифрами могу ошибаться. Или 986. Исполнительница Джамала. Ааа, я бы так и не угадала. Ммм. Классная песня. Спасибо X-Factor за то, что вырезали, вставили самый ужасный момент. Я просто сильно переживал. И они вставили в момент, где у меня вообще сорвался голос. Там вырезали моментами то, что я такая... Говорю, что типа... Ладно, нормально, нормально. Я такой плохой, говорю, типа, вот, на месте жюри должен сидеть я. Это такой вырезанный контекст. Вот реально, я просто ненавижу этот проект. Самый телевизионный, самый испорченный, самый грязный. Кто ты по знаку зодиак? Интересно стало, только что прикинь. А, я стрелец. А, ты стрелец? А я скорпионная. Ладно. Ааа, блин, это классно. Вы прямо, меня, кажется, прям полностью изучили. Да, прям четко смотрели. Это прям так классно, честно говоря. Четвертый вопрос. Назови мою любимую дараму. Я же дарамщица. Ну да, я знаю. Там много. Я тебе не говорила? Ну ладно, по-любому не угадай. Нет, подождите. Истинная красота? Нет. Кинхаус? Нет. Ты говоришь чисто те, которые он сам смотрел. Ну да, я не знаю другие. Подожди, какие еще были так? Цветочки после ягоды? Ну нет, нет. Прям самый любимый? Да. А первую букву? Х. ХВА. ХВА? Ты так полностью? Хан Сон Пёк идет домой. Нет. Хума, ты сам придумал это. Моя любимая дарама Хваюки. Да я бы не угадал. Что за Хваюки? Ну да, ты по-любому не угадал, я бы тебе сказала. Вообще, посмотрите эту дараму, вам точно понравится. А твоя любимая дарама? Истинная красота. Серьезно? Да. Хоть я не ожидала, честно говоря. Ну, по идее... Любви в жизни нету, поэтому только через дараму. Ну, по идее, реально она классная дарама. Да. Да, на самом деле. Ее часто сравнивают с... Канамской красоткой. Канамской красоткой, но мне не нравится канамская красотка. Ага, ага. Ну, мне понравилось, по идее. Да? Да. Там классно. Нет. Назови мой топ-3 сериала. Так, топ-3 сериала. Ты мне рассказывал? Да. Да? Да. Точно? Ну, по-любому. Было такое, сто процентов. Ммм, выясняю. Так, топ-3. Тяжелый вопрос. Давай первую букву подскажи, Малан. У него слишком много сериалов. Б? Да, я не знаю. Да, от Netflix. Эйфория, здесь я шучу. Б, Э, один. Элита. Шучу. Ну, ты в правильном мышлении, но... А, это бумажный дом. Right, girl. Это первый угадный вопрос. Да, наконец-то я угадала. Ура просто. Нет, хорошо, что ты мне дал подсказку, типа Netflix. Я сразу угадала. Ну, просто бумажный дом реально... Ну, он топчик. Классный. Да, топчик фильм. Сериал, точнее. На данный момент я смотрю... Чего смотришь? Отчаянные домохозяйки. Классный сериал. А, да, ты мне говорила. Впервые я отправилась за границу в эту страну. По-любому знаешь? Прилан. Да. Я тоже, потому что... Да. Кстати, ты там первый, да, был? Потом я, да? Или я? Нет, ну ты был. А, я? Все, хорошо. Такая галочку поставила, да? Да, да. Все, мальчик. Thank you. Он там, кстати, два раза был, да. Я планирую вернуться. Мне писали комментарии, это твоя родина. А, мин, короче, мин, короче, бер страна варманье кончалет. Потому что я хочу, типа, вот эти кружочки, дополнить. Актуально, митрагарки. Да, да, хочу, чтобы много стран там было. Из-за этого. А я вот тоже хочу, типа, побывать в разных странах. Ну, прям Таиланд, мне кажется, нет ничего лучше. Ну, Таиланд прям классно. Ну, говорят, что Мальдивы тоже классно. Ну, это прям такой чел. Недавно посмотрел видео Кати Клэп, где она на Мальдивах. Она там простояла 21 час, почти сутки в очереди. Серьезно? Да, она плакала. Капец. Girl, мне было ее жалко. После этого я решил, что на Мальдивы не на горе. Блюдо, которое я не полюбил, когда попробовал в первый раз. А сейчас просто обожаю. Это, кстати, прям слова с какого-то ролика как будто были. Где-то я это говорю. Я же говорю, прям, чтобы были воздлины в этом интервью. Подсказать? Да. Сначала возьму на видео, потом полюбил, да? Это летнее блюдо. А, окрошка, да? Капец, я угадываю. Ну, реально, согласитесь, окрошка именно на сметане, майонезе. Она топ. Я, кстати, не особо кушаю окрошку, вообще не особо люблю. Я прям обожаю. А я люблю борщ. Борщ? Да, я даже в ресторанах кушаю борщ. Я видел видео о том, что, типа, девочка говорила, типа, ты заказываешь в ресторане борщ или окрошку. Ее же можно дома покушать. Да, я вообще не поняла прикол, потому что я сама заказываю только борщ. Да, почему нужно заказывать в ресторане или в кафе, там, какое-то нереальное блюдо? Обязательно петучини. Можно, да, обычно. Тоже можно в дом приготовить. Ну, хотя, да, вот именно. Вчера прилетел из Караганды. Там мы пошли в шашлычную, все заказали шашлык, а я заказала окрошку, потому что там была окрошка. Ну, и шашлык я тоже заказал. В Караганде был самый вкусный шашлык, который я когда-либо ел. Там что-то прям порции были вообще нереально топ. Кем я хотела стать в детстве? Типа, о чем я мечтала? Певицей. Да. Капец. Капец. Ну, еще ты училась на певицу. Ну, да, да, да. Ну, стала блогером детства. Ну, это тебе может быть даже в плюсах. Да, да, согласен. А ты вообще кем хотел стать? Бортпроводником. Серьезно? Я впервые это услышала, честно говоря. Вообще, у меня много было вот этого, то, что я хочу. Хотел быть человеком, который на радио, в машине. Я даже не знал, как это профессия называется и так далее. Просто вот мне хотелось, чтобы мой голос был в машине, в радио. Который говорит, сегодня доброе утро, погода на-на-на-на-на-на. А потом я хотел быть хирургом, но это больше хотели мои родители. Но они мне это не навязывали. Просто они говорили, а я прикалывался, типа, да, я буду всем делать бесплатные пластические операции с пластическим хирургом. Да, в детстве, прикинь, когда я вот раньше жила, я закрывалась полностью вот в комнате и представляла, что я певица. Короче, там раньше не было же наушников таких, как Airpods. И я вот включала магнитофон, чисто брала и такая, представляла, вот, типа шторы. Я могла вот так повесить, будто бы платье это, короче. А мне, короче, было 6-7 лет, вот, я вот так представляла, что я пою, все на меня смотрят, короче. Ну я же тебе дал контакты. А, да-да, ну я вообще в целом говорю, как я вообще представляла. Это было так круто, я была очень счастлива с вами здесь. Я записал два трека. Ну ты ее не выпустил же. Делаю такой отрывочек. Да, можно? Это будет такой эксклюзив. Все, на этом у меня достаточно. Ну, это в таком. Больше рэп, да, у тебя? Это рэп, но у меня есть еще, но он такой R&B. Когда выпущу? Почему не выпускаешь, кстати? Денго надо, я хочу и с клипом, я хочу совсем слабо. А, все хорошо. Денго, давайте заказывайте ему рекламу. Продюсеры, инвесторы там. Есть там, пишите, я сюда открою, открыть сотрудничество. Такую звездочку, пропадает, пропадает добро. Я сухой. Какая была моя первая работа и в каком возрасте я заработал свои первые деньги? Ну, это были не первые деньги, типа я дают вот там репешки продавал, но это не такая работа. А вот прям типа работа, я ходил на работу. А официанты? Кассир? Я не знаю, где ты работал. Так, тогда, когда? Это вообще было нелегально, я был несовершеннолетний. Летше? Да. Ну, в смысле нелегально я не что-то там нелегально продавал, а в смысле, само, типа то, что я ребенок. Тебе еще не было 18, да? Давай подсказку. Подсказку? Это был склад. А ты работал на сваде, собирал там заказы, курьер? Ну, мне кажется, это тяжело угадать. Мне вообще не знаю, что вообще такое есть. Да? Значит, я же тоже не угадаю. Меме, да, типа такое может быть. Но это не популярно. Это работа, которую мы не видим. То есть, типа, если мы, например, заходим в магазин и видим кассиры, там, игрушки и так далее, это мы видим. А вот в магазине стоят продукты. И кто занимался этими продуктами, мы не видим. А, типа, допустим, ты лепил пену. Я не знаю. Ну, лепил. Короче, я клеил этикетки на банке. А, все, понятно. Вон, видишь банка? Да. И вот там вот наклейка. Вот такими наклейками мы клеили. Ага, понятно. Я не знаю, можно мне говорить про дух. Но каждый раз, когда я прохожу в магазине мимо этого продукта, я всегда говорю, а я клеил эти наклейки. И пофигу, что там уже давно не эти наклейки. Но суть. Сбечет. Ха, я сейчас. Я же спью это, а не клею. Прикинь, Адам, я же тоже, когда в студенческие годы работала, поэтому я тебе сказала, лепил пельмени, потому что я сама так работала. Лепила пельмени? Да, я лепила пельмени. И в день я получала 800 тенге. Это же ужас. Но там тогда это прямо считалось, типа, нормально. Ну, в те дни. Это было примерно 8-9 лет назад, наверное. Крепец, да? Ну, я точно уже не помню, сколько зарабатывала. Где-то, по-моему, 3-4 тысячи. Ага. Ну, это в твои дни. В мои времена платили 800 тенге. Сколько мне было? А косом больше у меня заработало бы. Да. Вот именно. Вообще, самые ужасные времена были. Не ужасные, а такие... Плохо я себя чувствовала. Это когда я... Моя мама делала самсу дома, а я, получается, учился в колледже. И магазин, в который она отвозила эту самсу, точнее, я ее отвозил, а он находился рядом с моим колледжем. И у меня была такая, знаете, спортивная сумка, и эту самсу, получается, я через там 2 автобуса, то есть у меня 2 пересадки на автобус, я возил эту самсу, а самса слоеная. Это не обычная самса, там тандырная или какая-то, а слоеная. И если я ее помну, помнут меня дома. А, да, да. И мне нельзя было даже там сломать, потому что одна самса минус... Да, 300, 200. Минус от деньги. Да. И я эту самсу вот так вот, получается, в автобусе вез. И я вонял этой самсой, и после как бы всего этого я ходил в колледж. И мне однажды сказали, что от меня воняет едой. И я просто ушел. Плакал. Ладно, зато все эти трудности привели тебя вот... Не, я не жалуюсь. А, угу. Не в коем случае просто. Воспоминания, да? Типа, да. Восприятие самсы, вот эти банны, которые я клеил, я когда их пишу, у меня жестко флэшбэк такой. Да, да, да. А, ну, мне кажется, ты это точно угадаешь. Да. Мои red flag в отношениях это? О, можно закончить одним словом девушка должна. Все. Ну, на стиле, абьюз любой. Да, а что я требую в отношениях? Самое главное. Типа, равноправие. Еще? Еще и куча самое важное. Деньги типа. Ну, деньги тоже есть, конечно, но уважение. Да, уважение это самое главное. Я это считаю. Без уважения никуда. А, кстати, твои red flag тоже расскажи, интересно. Я не могу так сказать, потому что у меня были один раз отношения серьезные, и все. Это до сих пор для меня, знаешь, такой триггер. Дай бог ей счастья. У меня вообще уже ребенок есть, он уже замужем, поэтому... Серьезно? Твоя бывшая? Угу. Вообще везде заблокирован, но вот недавно в Телеграме я увидел, что вот есть сториз, и я так долго решался посмотреть, я чувствовал себя каким-то... Сталкером. Да, потому что у него человек, как бы, уже замужем, замужем, ребенок есть. Ну, я все равно посмотрел, счастливая, классно. Да, ну... Счастливая! Ну, я рада за ним. Какой модный бренд я бы выбрала, если бы мог одеваться у него всю жизнь? Просто подумай, check me my Instagram. Ага. Do you go man? Да? Нет? Там, ну, типа, знаешь, я рассказывала, как была крупная съемка. Эфсел Лоран. Да. Ну, конечно, мне кажется, если бы все поработали с Эфсел Лораном, мы бы сто процентов потом захотели одеваться токовых одежды. Да, да, да. Да, ему очень сильно понравилось. Ну, мне самым нравится, типа, концепт Эфсел Лоран, типа, мне нравится одежда, и все нравится, поэтому, думаю, да, я бы мог одеваться всю жизнь в их стиле. А еще у них такой стиль, знаете, черно-белый. Это вообще самый любимый фильтр черно-белый, ЧБ. А, да? Да. Обожаю вот этот стиль, и мне кажется, да. Ну, еще, наверное, дизель. А, да, мне тоже нравится, да. Как ты думаешь, какой бренд мне подошел бы? Типа, олицетворение... Кудра. Нет, нормально, скажи. Типа, олицетворение меня, допустим. Ну, типа, вообще, разносторонний. Ну, да, да. Где вы прям... Я и так спортик одеваюсь, и вот так классик-классика. Ну, все, все, все. Ну, все, все идет тебе. Ой, ладно, Кольца? Нет, мне вообще Prada нравится. Prada? Да. Честно говорю. Идея, хочешь, я тебе подресу? Все, смотрите, вот еще. Все. Давай, поездка в Таиланн для меня? Да, да, да. Он будет собирать деньги на мою сумку, дипа. Когда я сообщила отцу, что не хочу выходить замуж, и что он сказал? Когда не вспомню, с датами все плохо. Ну, он сказал... А, ты смотрел, да, это видео? Это твой выбор, я тебя поддерживаю. Не бойся, не знаю. Вот это все. То есть он поддержал тебя, это было круто, это было классно, все просветились, все плакали. Потому что согласитесь, ну, это же... Ну, это после ситуации, типа, после ситуации салтанат, я в паре эмоции, можно сказать, позвонила отцу, и вот сказала, что вот, я не хочу ходить замуж, и вот папа сказал, что все нормально, дочка, это твое решение, и как бы он не против. Всех отсекла? Нет, ну, я тогда, я была зла, можно сказать. А сейчас? Ну, сейчас норма. Сейчас все? Да, после трясетия. Нет, главное, не бойтесь, там, ошибаться и так далее. Да, нет, если любовь придет, то можно, мне кажется, то в любое время, хоть завтра. Умейте выбирать вам с этим человеку находиться. На, сухой 24 на 7. Мне кажется, знаешь, у меня будет отдельная комната, это я буду замужем, потому что я очень люблю одна оставаться. Я люблю одна ходить, не знаю, у меня в любом случае будет отдельная комната, когда я захочу одна остаться, чтобы я туда ушла и успокоилась, не знаю, мне кажется, у меня будет твоя атмосфера. Дома, где я делаю комнату для на массах. А, да, вообще, я считаю, идеальная комната. О, да, согласна. Все, основная комната стимулятора. Ты захочешь? Так, не заходи, у меня здесь уединение. Да, вот ты видишь. Так, из-за чего я последний раз плакал? Последний раз при тебе, давай, так будет правильно. Да. Потому что я же не скажу, я вообще очень много плачу, я вообще плакал, и не всегда я говорю, что я плакал. Да, наверное, имели в виду типа в инстаграме, да, последний раз? Но в инстаграме я не помню, что, например, последний раз когда ты плакал, потому что ты что-то мало плачешь. Ну, слава богу, что мало. Это было в Ванчжоу. Да, я помню. Из-за чего даже знаю, по идее, но какой день я тоже точно не вспомнил. Ладно, из-за чего? Но так, из-за того, что в проекте он поругался с некоторыми людьми, и ему стало некомфортно, и из-за этого он прям очень сильно разозлился и заплакал. Да, помнит? Да, я все помню. Все-таки для меня ценный. Вообще, проекты, которые мы ведем, это такая частичка наша, хотя мы не являемся открывателями этих проектов, как многие думают, что это наш ресторан, или там ТикТок. Ну, вообще, да. Но это нет, мы являемся аббассадорами в ТикТоке, да. Был такой скандальчик, был, когда меня обматерили просто с головы до ног, и... Я не знаю, ты ответишь, нет? Самая смешная кринжовая ситуация, которая связывает нас двоих. У нас нету, истории таких кринжовых? Или есть? Кринжовых? Да. На съемке Ланчжоу мы кушали лапшу, и ты что-то сказала, и я тебе, типа, под этого, мы потом угорали. Не помнишь? Нет. Не помню, слово какое-то. Ага. Мы же часто угораем. Я уже не помню. Это прям самым запоминательным. А, да? Ни о чем не парься, живи как нравится? Нет, это была фраза. Мы не угорали. Ну, прям таких не было. Ну, кринжовых не было. Кринжовых не было. Мы часто общаемся вот по душам. Я вообще не воспринимаю, что такое кринжовое. Часто, типа, что такое кринж? Нет, опозорились, да? Наверное. Я так не воспринимаю в жизни. Мне было смешно, мне было весело, мне было круто. Я была в маминете. Я тоже не вспомню, честно. Было весело. Никому же вред мы не сделали, поэтому что кринжовое там не было. Типа, где мы угорали, каждая съемка реально смешная, потому что там мы находим и смеемся. Всегда смешно. Да, согласна. Моя мечта, которую я хочу осуществить в течение ближайших пятерых лет. А, я знаю. Стать певцом. Это вообще у него главная цель на самом деле. Да. Он вообще хотел уйти и хотел стать чисто певцом, но потом он передумал сейчас и ведет в блок. Да. Я хотел типа такое затишье поймать, чтобы полностью уйти в эту индустрию, но потом понимаю, что я не могу бросить своих пустыгерал сэндигбойс, это будет не очень, поэтому буду совмещать, хотя мне тяжело удается совмещать два дела. У меня работает одно полушарие, мол, сэридиси, потому что у нас еще проект, свой надо продвигать, еще и вот этот. Рубрика каверзный вопрос. Твой друг подруга начинает активно дружить с человеком, который ты считаешь своим заклятым врагом. Вопрос. Предательство ли это со стороны друга, или он имеет право на свои дружеские отношения? Друзья, того, хуша, А что, никто не понял? Нет, я не поняла, честно. Ты так быстро прочитал, будто про себя читаешь. Мы с тобой дружим, и мне, например, не нравится кто-то, вот прям бесит, и ты начинаешь с ним дружить. В моем понимании, да? в твоем понимании. Мне было бы неприятно. Мне бы тоже. Я бы, наверное, сразу от тебя отдалился. Насмотря если это прям враг-враг. Да, если это враг-враг, норм, потому что такое бывает, что в моменте ты там кого-то говоришь. Есть такое понимание, что я жалуюсь на человека, что он мне причиняет какой-то вред, То есть, типа, вот прям мешает мне спокойно жить и так далее. Тут я бы не понял, если бы мой друг хороший начал, типа, с ним близко общаться, потому что как-никак они могут общаться, и тот может... Короче, что-то выяснить, да? Что-то про меня узнать. А если это человек, который просто, например, мне не симпатизирует, просто мне не нравится, да? У нас нет никаких враждебных и так далее. Просто вот так мне не нравится. Я могу с Мадимой поделиться о том, что мне не нравится этот человек, но если она будет с ним общаться, это же может быть и ей нравится. Она может поддержать меня в каком-то направлении, то, что он вот так делает, не нравится. А ей это может казаться типа it's ok. Да, но если это враг, то нет. То, скорее всего, я бы сразу от тебя отдалилась. Это определенно. Я бы поговорил, конечно, с ним. конечно, да, да, я бы все равно сначала узнала бы, типа, что проблема делится, а потом уже дышим. Да, ну, реально, вы хотите сказать, что если бы ваш друг начал общаться с вашим врагом, то какой-то Мне кажется, это не норм. Типа, я же по-любому с тобой делюсь, что он, типа, урод какой-то, да, он мне вот так сделал, он меня там не сбил. И тут человек такой, да, да, и потом начинай с ним общаться, ну, два листа. Это да, два листа, кажется. Твой лучший друг, подруга взяла у вас крупную сумму денег, долг и не возвращает ее в течение нескольких месяцев. Это прям твоя ситуация. Вопрос, стоит ли продолжать дружбу, если твой друг не возвращает тебе долг? Во-первых, мне кажется, это вообще ужасный поступок, это неуважение к человеку другому, потому что этот человек тоже зарабатывал своей кровью, потом, да, чтобы заработать эти деньги, а он просто берет и, типа, тебе не возвращает. Это просто тупо неуважение, во-первых, и бегать мы не обязаны. Типа, все, прекращаешь с ним общаться и дальше все. Я бы так сделала. Несмотря на сколько это близкий человек, да, то есть я всегда вхожу в понимание того, что жизнь, поворачивается, веско и так далее, я все это понимаю, но если человек бездействует, вот ты ему говоришь, все, пора возвращать деньги, мне не жмет, мне надо дам что-то заплатить и так далее, а человек такой, да-да-да, и пропадает, и ничего не делает, чтобы вернуть деньги, то тогда это не круто, тогда у меня будет обида. Но если человек старается, я вижу, что у него просто не получается сейчас, по таймингу, там, не заплатили ему и так далее, окей, это жизнь, все нормально, но, да, всему есть любовь. И вообще надо, да, и вообще надо занимать ту сумму, которую ты можешь потерять. Я сейчас не могу потерять миллион тенге, да, допустим, я, допустим, могла дать какому-то человеку, и он не возвращает, это уже ужасно, поэтому надо ту сумму, допустим, 10 тысяч мне можно потерять, я окей могу это занять, но, и я вообще, да, и я вообще не занимаюсь сейчас денег никому, можно сказать, типа, только самым, после съемки, нет, только реально самым близким людям я могу довериться, и типа, я буду уверена, что этот человек мне может, типа, обратно вернуть, а тот человек, который не может, вот чуть-чуть под сомнением стоит, я не буду ему давать денег. Вообще, берите сроки заранее, типа, если говоришь, например, через неделю вернул, говори через две, а верни потом через неделю реально, это еще и приятнее будет, ты говоришь, через две недели, а вернул через неделю, понимаешь, типа, то человек, о, говорил две недели, а вернул через неделю еще дам в долг, просто заранее срок, вот это того, что тебя могут тоже подставить, такие мы психологи, айпа, осознание того, что нифига вы ирудированные тебе вернули кстати я занимал 200 200 тысяч человеку с которым я не виделся много лет это одноклассница и мне уже было просто противно от того что я требую человека я говорю сейчас реально поеду к тебе домой забирать деньги потому что человек вранье на вранье вранье на вранье по половине по половине вместе вот там осталась маленькая сумма но прикол в том что у меня есть деньги я умею зарабатывать я могу еще заработать но эти деньги были вот человек не говорит что это на лекарство папе плохо и естественно я помогаю и мне говорят завтра завтра же вернут проходит в месяц то есть конечно эти деньги мне были вот я говорю если завтра игры послезавтра эти деньги вот мне вообще вот прям вот нужны 200 тысяч после завтра точно нужны нет квартиру что за что-то было платить то есть эти деньги с депозита сняты и я как бы надо рассчитывать и вот так это пришлось потом мне как ничто самим выкручивать ну самое главное она тебе вернула да сейчас все окей спасибо большое да ну тема я рада за тебя ну все до стар о смен болды сергею на тиганом темы таранзи рахмет адам и мадина пока пока пишите комментарии обязательно лайк он дар то вот